Авария на теплотрассе в Чубаксарах, которая случилась в минувший четверг, стала главной темой еженедельного совещания в столичной администрации. О возможных причинах и оргвыводах в нашем сюжете. 39 жилых домов, 2 школы и 4 детских сада. Таковы масштабы аварии. Из-за коррозии металла и температурных напряжений труба, которая лежала в земле более 20 лет, попросту не выдержала. 9 часов ремонтные службы устраняли последствия аварии. Температура в угловых квартирах верхних этажей крупнопанельных домов при этом понижалась на 1 градус в час. Полная подача тепла, указанная потребителем, усилиями управляющих организаций была осуществлена в 23 часа 30 минут. Замораживание стояков, подача тепла и воды в зданиях не допущено. Вместо 9 часов могли бы справиться и за 5. Почти половину времени коммунальщики пытались добраться до места прорыва. Труба лопнула под киоском. И пока согласовывали документы и передвигали торговый павильон, утекали и вода, и время. Сейчас наши специалисты разбираются. Может быть, и аварию спровоцировали наличие самого лодка. Потому что грунт разбогший, и он давил на лодки. Это тоже надо будет сейчас учить. На утвержденной схеме размещения торговых объектов этого киоска не оказалось. Собственники земельного участка построили его без согласования. Причем в том месте, где проходят магистральные теплосети. А это еще одно нарушение. Глава столичной администрации Алексей Ладыков поручил провести рейд по выявлению подобных точек и принять адекватные меры. Татьяна Леонтьева, Россий Мухаммедов, Республика.